Всем привет! Я Денис Ворочковский, бренд-шеф повар студии Вкуселлофт. Сегодня мы поговорим о пользе кефира, а мы приготовим достаточно вкусное и интересное блюдо. Это хачапури на скорую руку. Для этого нам потребуется следующий продукт. Нам потребуется сыр сулугуни. Если у вас нет сыра сулугуни, можно взять любой другой плавающий сыр. Также мы возьмем немного моцарелы, немного рикот и все это вместе замешаем. Нам потребуется 4 яйца, 150 грамм муки, немного кефира, соль, чуть-чуть сахара и прозрачки. Спасибо, что я перескал. Где же мне кефир нужен? Что мы делаем? Сыр мы натираем на мелкой терке и вкусно выкладываем так. Все потом это интенсивно перемешаем. Натираем на крупной терке сыр. Все это убираем в чашку. Добавляем яйцо. Щепотку соли. Немного разрыхлителя. Можно одну-вторую чайные ложки кефир. Плюс-минус 5-6 столовых ложек кефира. Здесь жидкости нам много не надо. И добавим 5-6 ложек муки, а именно грамм 150. Я предлагаю туда порубить немножко зелень. Можно это сделать непосредственно как петрушку добавить, так же и без зелень. В данном случае я буду использовать базилик. Практически все готово. Остается все это перемешать. Ну и после чего я раскрою рецепт. Секрет точнее, почему это ленивый хачапури. Те, кто досмотрел до конца, мы будут знать, почему все-таки это ленивый хачапури. А они ленивый, потому что мы их будем жарить на сковороде. Мы не заводим, не ждем, когда тесто пробродит. И непосредственно нам на все это дело потребуется порядка 15 минут. Так, наше тесто готово. Приступаем к жарке. Сковородка готова. Мы включили ее на средний нагрев. Прогреваем сковороду 2-3 минуты. Желательно использовать чугунную, либо сковороду с двойным дном, чтобы равномерно распределить, как понять, что мы готовы. То есть по ней хорошо расходится масло. У нас рецепт на две порции. Укладываем одну половину и распределяем ее по периметру всей сковороды. Чтобы блюдо у нас пропеклось, нам потребуется крышка. Накрываем крышкой и с каждой стороны по 4 минуты мы обжариваем крышку. Также потребуется 2 лопаточки. Аккуратно будем перемешивать. Досекаем время и через 4 минуты будем перемешивать. Так, у нас прошло 4 минуты. Мы приоткрываем крышку. Видим, что потихоньку начинает все это дело схватываться. Ну и скажем так, здесь нам потребуется немного линия. Переворачиваем нашу чатурик и закрываем крышку также на 4 минуты и даем дойти до готовности. После чего отключаем плитку и еще даем поставить 5-6 минут, чтобы он пропекся до конца в середине. Прошли вторые 4 минуты. Мы отключили непосредственно нашу духовку. Открываем. Осторожно, горячо. Открываем, проверяем. Консистенция должна быть плотная. И после чего можно с полной уверенностью убрать и перекладывать ее на наше сервировочное блюдо. Наша хачапури практически готова. Остается ее украсить свежей зеленью и подаем. Так, ребята, вы пока записывайте рецепт, а я пошел готовить.